Дорогие слушатели, добро пожаловать на исторический факультет. Я Татьяна Микрасова, и я занимаюсь на нашем факультете дополнительным образованием, что означает, что я занимаюсь довезением науки до тех, кто интересуется наукой и занимает себя профессионально. Это самый широкий спектр, как сказать, своё приятие деятельности факультета. И, в любом случае, мы всегда очень рады как-то тем вопросам, которые помогут нас самим. А есть целый ряд вопросов, которые помогут нас самим в истории. Собственно, поэтому мы и занимаемся этой малоприбыльной деятельностью. Мы хотим ответить на какие-то вопросы, которые стоят перед обществом до сих пор. И вот если эти вопросы заведуют ваши тоже, то нас это очень радует. Поэтому добро пожаловать. Давайте начнем более-менее вовремя. Что касается темы сегодняшней лекции, то это, конечно, вопрос, который вызывает очень серьезный жар. У нас была уже лекция после райской эволюции в рамках нашего открытия в лектории Хронографа. Я на эту лекторию вас тоже вечно приглашаю. Он проходит ежелистично. Для всех желающих возможность точно так же свободно регистрироваться есть у нас на сайте. И следующая лекция состоится 27 мая. Она будет в 2017 году. То есть здесь как бы более широкий расспрос темы в хронографе. И в целом все, чем мы занимаемся, мы пытаемся вас тоже донести. Так вот, тема сегодняшней лекции уже была приятной в факультете. В марте выступал Фёдор Кайден в арсадуре. Количество посетителей было очень сильно масштабным. И сейчас точно так же продолжает вызывать интерес к эволюции. Хотя дата уже началась какое-то время назад, юбилейная. И эволюция будет продолжаться на концертной. Происходит это, конечно, потому, что вопрос о том, в каком направлении движется общество в целом, был актуален. В другое века продолжались упоры о том, нарушили ли Пётр I историческое развитие и историческую преемственность в нашей стране. Теперь вот вопрос о эволюции, на каком этапе эволюции, нарушили ли преемственность или нет. И, конечно, ответить на этот вопрос будет трудно придумывать эту пиртубацию XX века. А нам по-прежнему трудно, потому что отчасти последствия вот этих событий мы до сих пор живы. Поэтому мы все равно находимся в определенной степени внутри, изнутри того общества, которое эти последствия на себе испытывали. И вот сегодня еще один раз, когда мы пытаемся разобраться в самых далеких корнях этих событий, именно евральской эволюции, ну, лекции по октябрю и по последующим развитию, которые появились у нас в соответствии с осенью, в октябре и ноябре. Но сегодня мы вот разберемся именно на секретаре, чтобы все начиналось. На этой теме лекции выступил наш заместитель декана по науке, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России XIX века и начала XX века Дмитрий Александрович Андреев. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я думаю так, что примерно, ну, час пятнадцать, час двадцать я буду говорить, а потом я рассчитываю, что вы зададите мне вопросы, которые вас интересуют. Вот, может быть, чуть больше поговорю, может быть, чуть меньше, но здесь главное донести до вас те соображения, которые я предполагал, готовясь к сегодняшней лекции. АПЛОДИСМЕНТЫ Что меня поражает в настоящее время, так это то, что в понимании, в осмыслении событий семнадцатого года, во всяком случае событий февраля семнадцатого года, то есть я имею в виду свержение самодержавия в России, точнее падение самодержавия в России, каких-то масштабных перемен не происходит. По-прежнему мы говорим о кризисе, о том, что реформы в России были запоздалые, что верховная власть не понимала необходимости перемен и поэтому стремилась изо всех сил затормозить развитие, становилась регрессивной, консервативной. Ну и не могла тормозить развитие до бесконечности и была сметена объективным ходом истории. Вот вы понимаете, в истории история очень сложная вещь и какие-то видимые, очевидные факты, проявления, которые позволяют нам делать те или иные выводы, они не всегда подводят нас к каким-то глубинным истинным пониманиям пружин развития, причин того, почему происходит то или иное событие. И вот я-то как раз сегодня постараюсь донести до вас мысль, что февральская революция, я сегодня буду говорить только о февральской революции, давайте договоримся сразу, об октябре даже вот не хочу говорить сейчас. Это совершенно неинтересно и банально, я бы даже сказал, в контексте того, о чем я буду говорить сегодня. Февральская революция, я отвечаю сразу на вопрос, который вынесен в заглавие лекции, был ли шанс у монархии. Я считаю, что революция была февральская неизбежна и она была запрограммирована многовековым ходом нашей истории, просто запрограммирована. И моя задача сегодня показать вам, в чем была эта запрограммированность, как она развивалась, чем она была обусловлена, как этап за этапом империя, самодержавная монархия приближалась к своему финалу. И таким образом, как мне представляется, второго мнения тут быть просто не может. Мнение о привнесенности революции, о том, что она была следствием заговора или следствием воздействия за границей на успешную государственность. Хотя и то и другое было, на самом деле, не надо исключать этих факторов. Но главное, главное в истории всегда, это некие внутренние процессы. Если нет этих процессов, то никакие внешние процессы не способны повернуть в сторону или в каком-то другом направлении развития государства, тем более такого масштабного, как Российская империя. Я перехожу уже к содержательной стороне своей лекции. Что такое вообще февральская революция? Это свержение самодержавной власти в России. То есть после этого события самодержавная власть в стране прекратилась. Теоретически она могла вернуться снова, но в том только случае, если бы учредительное собрание, которое должно было быть созвано и созывалось в 2018 году, единогласно проголосовало бы, ну или большинство голосов проголосовало бы за возвращение этой формы. Но практически это было исключено на 100%. И революция, естественно, это некий массовый отказ, результат большого социального протеста против какой-то политической формы, против какой-то формы власти. Если мы посмотрим вглубь веков, то, собственно говоря, к верховной власти, к самодержавной власти было очень много попыток подкопаться, пересмотреть ее полномочия, усомниться в ее абсолютном характере. Но здесь, на самом деле, несмотря на то, что этих попыток было много, все-таки они четко совершенно разделяются на два этапа. Первый этап, я считаю, ну какие события первого этапа, если уж совсем древности коснемся? Это, конечно, XVI век, это начало 30-х годов, после смерти Василия III и в период малолетства Ивана IV, его сына, будущего Ивана Грозного, в период рединства Елены Глинской, его матери. Все эти попытки, которые предпринимались, как-то умолить даже не столько самодержавия, сколько власть конкретного носителя этого самодержавия. Ну потом следующая, конечно, масштабная попытка и уже попытка институциональная, структурная. Это начало XVII века, когда, ну наиболее яркий пример, это, конечно, царствование Василия Шуйского, когда его пытались ограничить. И ограничили документально, официально ограничили, грамоты ограничили. Это был первый опыт в нашей истории ограничения верховной самодержавной царской власти. Вот. И, собственно говоря, вот если бы не ополчение, если бы не те бесчинства, которые творили в Москве интервенты, вполне возможно, что история пошла бы и другим путем. Но вот, вы знаете, я очень не люблю этого условного наклонения, что было бы, если бы... Я просто показываю определенную развилку, что вот юридически, формально, политический шанс такой был в начале XVII века. Но давайте посмотрим, кто занимался, кому принадлежали эти попытки ограничить царскую власть в то время, в древние времена, ну в эпоху раннего нового времени в России. Это, конечно, аристократия. Аристократия, крупные боярские фамилии. Собственно, этим мы ничем не отличались от европейских стран. Посмотрим тоже Францию, там, тайны Бургундского двора, эпоху Столетней войны, Англию, Центральную Европу. Везде, везде верховная власть, монархическая власть имеет очень мощного конкурента. Ну, правда, не в эту эпоху, а несколько раньше. В лице представителей крупных аристократических фамилий. Ну, собственно, даже вот реформация, пятисотлетие, которую мы будем отмечать в октябре, ну, начало этого большого процесса, мы будем отмечать в октябре текущего года, Лютровская манифестация. Собственно, даже реформация, это же была во многом акция политическая, поддержанная германскими князьями. То есть, опять-таки, здесь политический подтекст был очевиден. Вот, и в России вот это вот, это была, наверное, последняя, наиболее удачная, наиболее реализованная, наиболее цельная попытка ограничить верховную власть. Начало 17 века. Да, были попытки и потом, ну, знаменитые попытки уже в первые годы царствования Петра I поднять бунт против него, но это все были локальные опыты, не завершившиеся успешно. И когда начались Петровские преобразования, и в 1714 году был принят указ о единослей, собственно говоря, после этого указа аристократия как таковая, как некая социальная общность прекращала свое существование. Ну, вы, наверное, знаете, да, что, каков был результат издания этого указа о единослей, тем более, что он фактически уже не столько вводил некоторое новшество, но фиксировал порядок, который долгое время до того уже существовал. То есть эпоха влиятельности аристократии ушла в далекое прошлое. Но Петр Великий, унифицировав своих подданных в этом смысле, тех, которые стояли близко от его трона, он фактически стал тем самодержцем русским, который начал создавать для института самодержавия большую проблему, колоссальную проблему, которая в итоге это самодержавие и погубила. Дело в том, что тот режим, который начал создавать Петр Великий, вполне можно назвать бюрократическим самодержавием. Что я имею в виду? Главной задачей Петра Первого было создание эффективной государственной машины. Естественно, та государственная машина, которая существовала до этого, в 17 веке, его не устраивала. Она объективно не соответствовала характеру, уровню и масштабу тех задач, которые перед собой Петр ставил. Для этого нужен был новый инструмент. Люди функционально безупречные, профессионалы, которые будут на каждом своем месте выполнять определенные должностные функции. Собственно говоря, если вы посмотрите на Петровские реформы, внутри политические, то именно этой логике, а именно созданию вот этого профессионального слоя управленцев и были подчинены все его преобразования. Центральные, местные, сословные, любые, абсолютно любые задумки были подчинены этой идее. Однако с самого начала Петровская задумка потерпела определенную неудачу. Сам Петр был вынужден это признать. Что я имею в виду? Дело в том, что Петр замысливал создание определенной чиновничьей вертикали, в которой бы чиновники продвигались с самых нижних ступенек до самых высших ступенек, чтобы, переходя со ступеньки на ступеньку, они усиливали бы свою квалификацию, свою компетенцию. Чтобы таким образом высшая бюрократия, высшее чиновничество было абсолютно профессиональным. И чтобы самое главное, вот на это обращаю ваше внимание, чтобы вся эта вертикаль была бы дворянской. В сознании Петра все было очень встроено, все было очень логично. Есть дворянство, дворянство должно служить. Оно служит на военной службе, оно служит на государственной службе. Машина работает. Повышаясь в чинах, дворянин демонстрирует рост своей компетенции и становится более и более соответствующим тем должностям, на которые он переводится. Но это идеальная модель, которая никогда в истории не работает. Ну, посмотрим в 17 век. Собственно говоря, Петр здесь не придумал чего-то нового. И в 17 веке были попытки приказную систему, вот ту обширную государственную машину, которая к моменту Петровских преобразований несколько десятков приказов была создана, тоже была идея сделать эту государственную машину дворянской. Но это объективно не получалось. Дворяне не шли на государственную службу. Даже в 17 веке она считалась просто-напросто непрестижной. Престижной была военная служба, безусловно. Престижной была придворная служба. Но гражданская служба таковой не считалась. И тем более на каких-то низших должностях. Если мы посмотрим на 17 век, особенно на конец 17 века, то подьячьи и диаки, то есть низший уровень делопроизводителей приказных, это лица недворянского происхождения. Дальше уже, конечно, на уровне руководящих структур появлялись дворяне. Но вот низовой аппарат был недворянским. И поэтому, конечно, Петр, когда предлагал альтернативу приказной системе, он одновременно замысливал и дать этой системе некое новое наполнение, чтобы она вся была дворянской. Но не получилось. Особенно в эпоху Петровских преобразований, особенно в годы Северной войны, в начале 18 века, когда вся страна воевала, вся страна находилась в режиме мобилизации, когда в общественном сознании героика войны, побед играла очень большую роль. Вот в этой ситуации заставить дворянина пойти сесть куда-то и заниматься бумагами было крайне и крайне сложно. Практически невозможно. В начале 20-х годов, еще Петр был жив, ему пришлось даже буквально обязать дворянских детей поступать в коллегии на службу. Для этого были созданы специальные должности коллегии юнкеров. И вот он предполагал, что молодые люди, которые поступали на эти должности, они уже никуда с них не уйдут, они будут расти и дальше в коллегиях. Ну и вот тогда наконец-то удастся создать вот эту вот вертикаль дворянскую снизу доверху. Вот. Но я еще раз повторяю, что это была задумка, которая на самом деле не реализовывалась. Более того, если мы посмотрим на логику развития бюрократии, вот служилой бюрократии, то есть чиновничества, лиц занимающихся организацией функционирования государства, не в военной сфере, а в сфере гражданской. Так вот, на низовом уровне количество дворян на протяжении 18 века становилось все меньше и меньше и меньше. Приведу такую цифру, такой показатель, который об очень многом говорит. К середине 18 века только порядка 20% потомственных дворян среди бюрократии низового уровня, среди чиновничества низового уровня. Все остальные – выходцы из податных сословий. И это при том, что неоднократно принимались указы, запрещавшие прием на службу лиц из податных сословий, выходцев из духовенства запрещалось. Но, тем не менее, по факту на местах все равно власть была вынуждена закрывать глаза на этот процесс, который был неизбежным. И это, конечно… Да, значит, что еще надо сказать? Несмотря на все попытки Петра создать этот институт коллегии юнкеров, все равно по факту было что? Коллегии юнкеры были люди молодые, ну это буквально 15-16 лет, 17. Ну тогда взросление наступало раньше. И могли ли они, включаясь в работу государственного аппарата, составить конкуренцию людям, которым за 30 или которым за 40, которые уже 10-15-20 лет сидят на секретарских должностях, которые знают всю логику прохождения бумаги, которые знают, как что устроено, как что работает в государстве? Конечно, нет. Они имели на это право, но не имели квалификации и компетенции. Секретари, выходцы из податных сословий, имели компетенцию и были профессионалами, но прав фактически не имели, но власть без них не могла обходиться. Вот реально картина выглядела так. Процесс демократизации чиновничества шел стремительно. Но давайте оговоримся, у нас слова в русском языке очень многое значат. Что такое демократизация? Демократизация, демос, да, народ. То есть процесс вбирания чиновничеством в себя представителей именно народных масс. Ну, скажем, податных сословий, чтобы не употреблять какие-то совсем уж широкие термины. Податных сословий. То есть создать чисто дворянскую бюрократию не получалось. И поэтому с самого начала Петровских преобразований, собственно говоря, тогда, когда и были заложены основы той государственной модели, которая просуществовала до 1917 года, вот уже с этого времени мы видим, что фактически на низовых этажах чиновничья лестница состояла из лиц, которые отнюдь не входили в привилегированное сословие и отнюдь не были, скажем, как носителями тех ценностей, того менталитета, тех представлений, тех настроений, которые были присущи дворянскому сословию. Конечно, не надо идеализировать дворянское сословие. Не надо считать, что дворянское сословие было всегда и во всем верной опорой самодержавию. 18 век, по крайней мере, демонстрирует это наглядно. Но что демонстрирует 18 век, вот здесь давайте мы разберемся очень тонко. Да, безусловно, дворцовые перевороты один за другим происходили, но это были именно дворцовые перевороты. Это была именно конкуренция лояльностей одних групп, одному представителю монарху или тому монарху, который приходил ему на смену, но никому и в голову не приходило подумать о том, чтобы вообще что-то перебрать в этой государственной системе, чтобы умолить власть самодержства, чтобы как-то сделать ее менее масштабной, менее влиятельной. Попытка, в этом смысле, попытка Верховного тайного совета что-то там предложить Анне Иоанновне захлебнулась именно потому, что в массах привилегированного сословия эта идея не получила бы поддержки никогда. Поэтому это очень разные вещи, участие дворянства дворцов в переворотах и политическое мировоззрение дворянства, их восприятие монархии, самодержавной монархии как абсолютной ценности. Но тем не менее, мы видим, как уже с самого начала в эту служебную вертикаль закладывалось совершенно очевидное противоречие между непрофессиональными верхами, в массе своей непрофессиональными, и профессиональными недворянскими низами. При Екатерине вообще ситуация стала вопиющей, потому что, особенно после актов, значит, после грамоты о вольности дворянства 62-го года, после жалованной грамоты Екатерины, вообще трудно было заставить дворянина работать, работать элементарно. Но, тем не менее, конечно, не надо преувеличить последствия этих актов. Безусловно, дворянин руководствовался представлением о должном, о том, как должно себя вести, какую социальную роль необходимо выполнять, чтобы быть уважаемым, чтобы быть достойным членом своего сообщества, в глазах которого ты хочешь снискать уважение. И это, конечно, что было? Это была военная служба. Вот это по-прежнему считалось главным дворянским делом, но не гражданская служба. На гражданскую службу шли отставники с военной службы и отставники с придворной службы. Как на что-то второстепенное, как на что-то... Ну, просто никуда больше не денешься, и плюс какое-то жалование можно получать. Вот. И, естественно, ничего не делать. И, естественно, пользоваться своим положением для взимания разного рода статусной ренты, то есть получать разного рода конверты, суммы и так далее за оказание тех или иных услуг. И это при том, что вот такого вот чиновника высокого уровня обеспечивал внизу целый штат секретарей и делопроизводителей, которые, собственно, были знатоками дела, которые вели абсолютно все бумаги, которые прекрасно разбирались в том, какую бумагу когда надо подносить на подпись. Вот. Отставник почетный этого не знал. Он попадал в жесткую зависимость от своего аппарата. В жесткую зависимость. Об этом писали очень многие. И, кстати сказать, вот вспоминаю недавно вышедшую книгу мемуаров последнего министра иностранных дел Российской империи Николая Николаевича Покровского, который до того, как стал министром иностранных дел, это уже вот буквально за несколько месяцев до гибели империи, до гибели самодержавия, он служил и в государственном совете, и в комитете министров. То есть он прекрасно знал всю вот эту государственную машину изнутри. Так вот он писал, что аппарат фактически четко делился на две группы. Черная кость и белая кость. Вот. Белая кость – это, естественно, руководящий состав. Черная кость – это те, которые реально все делали. Реально все делали. Так вот, все держалось на черной кости. При этом черная кость особо много не получала за это ни в материальном, ни в моральном, ни в статусном выражении. Все дивиденды получала белая кость. И между ними была жуткая ненависть. Значит, черная кость ненавидела белую кость по вполне понятным причинам. А белая кость побаивалась и не доверяла черную кость по той простой причине, что полностью от нее зависела. Убери черную кость, убери этих секретарей, которые все знают, которые уже там 25-30 лет проработали на этом месте. И чиновник просто не сможет здесь работать. Он просто будет с этого места убран, как не справившийся со своим заданием. Вот это вот одно направление, на которое я указываю с самого начала, буквально с начала XVIII века, которое демонстрирует нам, как буквально с первых десятилетий существования новой государственной модели В ней стало сосуществовать два начала. Это начало дворянское и начало не дворянское. И вместе с этими двумя началами стали сосуществовать две культуры, два мировоззрения, две идеологии. Ну, может быть, идеология – это слишком громко сказано. Две картины мира, две картины мира, потому что, естественно, у выходца из податного сословия, у которого дед был там каким-нибудь, значит, солдатом, потом осел в городе на какой-нибудь, был городским обывателем, вот, отец, соответственно, тоже, вот он выбился в люди, что-то там получает, вот. У этого человека одно мировоззрение, одна картина мира, у дворянина другая картина мира. И вот они оказываются сведенными вместе в одной канцелярии. Что? Вопрос. Я сегодня буду говорить о вещах, которые, на самом деле, не столь очевидны, как заговоры, как, я не знаю, отмена крепостного права, как какие-то другие масштабные пахальные события. Но, на самом деле, именно эти неочевидные вещи, они в конечном итоге создают очень сильный силовой фон для трансформации политических, социальных и в итоге государственных. Значит, при Екатерине, Екатерина, видя крайнюю неэффективность, уже прошло сколько? Полвека, фактически, прошло после начала Петровских преобразований, видя крайнюю неэффективность государства в целом, пошла на следующий шаг. Она легитимировала дворянское сообщество, она дала дворянскому сообществу невиданные никому иному права и полномочия, то есть фактически дворянское самоуправление создала. Какое еще сословие в Российской империи обладало самоуправлением демократическими началами? Никакое. И более того, привязала дворянское самоуправление к местному управлению на низовом уровне, на уездном и на губернском уровне. То есть вот там произошла такая смычка дворянского самоуправления и местного управления. Какое значение имело это решение? Тоже очень и очень двусмысленное. Почему? Потому что, с одной стороны, после неудачи полувекового эксперимента обязать дворянина служить на государственной службе, это все-таки как-то привязывало дворян к исполнению каких-то обязанностей на местах. Ну, никуда не денешься, с одной стороны. Но, с другой стороны, дворянство, оставаясь привардированным сословием, получало в свои руки совершенно невиданный набор прав и полномочий. И, понимаете, даже не столько важно, что это самоуправление касалось исключительно самих дворян и никого больше. Это даже не важно, что дворяне могли выбирать свое руководство или лишать, наоборот, руководства права занимать те или иные должности. Важно другое. Важно, что никто другой в Российской империи таким правами не обладал. Пусть дворяне решали через это какие-то свои собственные проблемы, но важно было привнести в среду вот этот вот совершенно чужеродный политический ден, который был не свойственен всей остальной Российской империи. Пуличевский Василий Осипович оставил очень интересную, у него есть очень интересная цитата из воспоминаний двух французов, которые путешествовали в конце XVIII века в России, по России побывали на одном таком дворянском собрании, видели, как оно там функционирует, какая там идет полемика бурная. Ну и поскольку они сами только-только пережили нечто значимое в своей истории, я имею в виду 1789 год, они посмотрели на это и сказали, что очень странно в Российской империи с ее порядками и вообще традициями нобилитет, то есть дворянство обладает такими невиданными полномочиями, такими невиданными правами. И вообще, конечно, это может стать источником впоследствии превращения дворянства в очень опасную для самодержавия среду. Ну, что, собственно говоря, и стало происходить, и довольно скоро произошло. И в 1825 году мы видим первый такой масштабный результат этого эксперимента. Но вернемся к бюрократии. Значит, пока что вот я говорил о процессах, происходивших снизу. А какие процессы происходили сверху, это тоже очень интересно. Дело в том, что, если возьмем до Петровское время, собственно, высшие государственные должности в Московском царстве, при всей их значимости, безусловно, они были очень сильно дистанцированы от царя, от царской власти. То есть, скажем так, иной боярин, не наделенный каким-то определенным набором должностей, он был гораздо ближе к царю, чем какой-нибудь глава приказа, несмотря на всю значимость того или иного приказа. При Петре происходит переворот и в этой области. Что я имею в виду? Петр фактически наделяет своим собственным суверенитетом, потому что никакого другого суверенитета в Российской империи просто не было, те структуры, которые он создавал. Вот, собственно говоря, так был создан Сенат. Зачем Петру понадобился Сенат? Затем, чтобы от его имени править в то время, когда он находится в своих многочисленных военных походах и экспедициях. Он отсутствует в Петербурге, его нет на месте, а решение надо принимать. И вот для этого создается правительствующий Сенат. То есть, группа назначенных непосредственно Петром Великим лиц, которые от его имени правят. И, собственно, в указе о создании Сената буквально говорилось следующее, что Сенату надо подчиняться как нам самим. То есть, вот от лица императора этот указ создается. И неоднократно впоследствии Петр вплоть до своей смерти говорил о том, что Сенат – это фактически его соправитель. А в момент отсутствия Петра в столице он является полноправным, полноценным правителем Российской империи. Конечно, Петр Великий мог позволить себе такие эксперименты, потому что на личностном уровне все лица, которых он когда-то куда-то на какие-то должности назначал, были его ставленниками. И что бы он там ни говорил, и какие бы указы он ни подписывал, все равно дистанция между Петром и его назначенцами, даже с самого высокого уровня, была колоссальна. Колоссально, колоссально. Никто и не помышлял о каком-то вообще приближении к особе императора, о каком-то должностном приближении. Но Петр умирает, и ситуация начинает стремительно меняться. Особенно в ситуации, вот в эту эпоху 30-летнюю, 35-летнюю эпоху дворцовых переворотов, когда власть нестабильна, власть переменчива, когда наступает реставрация влияния олигархических, аристократических группировок, в это время на самом деле заметно усиливается государственный аппарат. Я, прежде всего, говорю о центральных учреждениях. Я сейчас опускаю массу подробностей, потому что надо тогда будет говорить о каких-то вот тех структурных переменах, которые в это время происходили. Но важно, что на протяжении всего 18-го, на протяжении вот этого периода, с 1725 по 1762 год, и потом после 1762 года происходит очень сильное, заметное приближение первых должностных лиц, собственно, к престолу. Хотя это приближение, оно часто бывает, оно спорадическое, оно зависит от тех или иных лиц, которые занимают те или иные должности. Но, по крайней мере, в привычку, в обыкновение, в традицию, а потом и в правила, входят регулярные интенсивные консультации монарха или государыни с теми или иными должностными лицами. То этого не было раньше, этого не было до Петра. То есть до конца 17-го века аппарат вполне мог работать сам по себе, без соприкосновения с царем. Теперь такого уже просто и помыслить было невозможно. Да, можно сказать, что усложняется жизнь, усложняется государственность, усложняются задачи, стоящие перед империей, и внешняя политика бурная по всем направлениям на протяжении всего 18-го века. Все верно, все верно, кто будет спорить. Ну и отсюда закономерный процесс. Бюрократия, очень близко поставленная Петром от престола, она начинает все больше и больше заявлять о себе, о своих правах. Я еще раз подчеркиваю, что никто из глав коллегии не приходил к царю и не требовал каких-то себе полномочий. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что все это происходит другими путями, путем привыкания, путем складывания новой традиции, путем того, что мыслиться теперь отныне так, а иначе не мыслиться. Возникает некая привычка политического поведения и у представителей высшей бюрократии, и, соответственно, у самодержцев. Это очень важно. Еще раз обращаю ваше внимание на вот эти вот неочевидные, незаметные проявления перемен, которые на самом деле оказываются очень и очень сильными. Возникает представление о том, что это норма и по-другому быть не может. Любопытно, что примерно в это же время, примерно в это же время, ну вот это уже в начале 19 века, Николай Михайлович Карамзин пишет свою знаменитую записку о древней и новой России, где разбирает всю предшествующую историю России и, фактически, будучи сам последовательным, абсолютным приверженцем самодержавия, критиком любых попыток наступления на права самодержцев. Вот он ранжирует эпохи истории России на удачные и неудачные с точки зрения того, насколько эффективной была верховная власть в этот момент. И любопытно, что именно этот человек, который считается идеологом самодержавия, вот именно он, сам того не ведая, фактически тоже играет роль, вносит свою лепту в ограничения самодержавной власти. Каким образом? Фактически он проговаривает на бумаге то, что уже проговаривалось, ну, больше в салонах эпоху царства Екатерины II, о том, что есть правления добрые, правильные, надлежащие, а есть недобрые, неправильные, ненадлежащие. Вот, например, правление государыни-императрицы Екатерины II, вот оно соответствует всем правильным критериям и нормам. А вот, скажем, правления Ивана Грозного нет, не соответствует. Почему? Власть сильная-сильная, но тиран, тиран, а тираном быть нехорошо. То есть, и это, опять-таки, это мнение не низов социальных, это мнение верхов. Возникает и уже это мнение никуда из мировоззрения верхов не уберешь. Есть правление правильное, есть правление неправильное. Неправильное правление это то, где есть какие-то проявления тирании, и большее или меньшее проявление. Собственно говоря, Павел Петрович, наследник Екатерины II, вот он стал, наверное, первой очевидной жертвой вот этого представления о правильном и неправильном правлении. Это несмотря на то, что, собственно говоря, Павел Петрович сделал очень многое для остановки вот этих вот процессов девальвации верховной власти. Фактически он, издав свое учреждение императорской фамилией в 1797 году, он положил конец вот этой вот растянувшейся на десятилетия после 1725 года смуты дворцовых переворотов. От ныне и вплоть до 1917 года власть в России наследовалась по той норме, по тому законодательному пути, который был заложен в Павловском законодательстве. Хотя тоже посмотрим на это законодательство с другой стороны. Это была первая попытка подчинить норме то, что до того норме никогда не подвергалось, а именно верховную власть. То есть это тоже определенная своего рода юридическая легистская регламентация самодержавия, которая тоже на уровне общественного мнения, представления создавала определенный стереотип о том, как теперь должна быть устроена верховная власть. И если мы посмотрим на 1725 год кончины Петра и начало 19 века, то есть начало воцарения Александра I, то за эти 75 лет, три четверти века в России произошли колоссальные перемены. Я говорю сейчас только о переменах, относящихся к власти, к ее организации, к ее функционированию. Самодержавие, да, по-прежнему оставалось неким сакральным началом, которое было выше каких бы то ни было законодательных обоснований, оправданий и регламентаций. Оно так воспринималось. Но де юре оно уже было регламентировано Павлом Первым. Де факто оно теперь не могло управлять само по себе, оно нуждалось в постоянном плотном контакте с должностными лицами, которые отныне получали колоссальные полномочия и власть, и которые в своей деятельности опирались на аппараты, которые состояли, в свою очередь, из лиц, которые не были дворянами по своему происхождению. И которых поэтому чаще всего нельзя было назвать такими уж абсолютно стопроцентно лояльными этой политической модели. Они могли, естественно, не быть оппозиционно настроены к самодержавному режиму. Этого еще не было, до этого еще было далеко. Но они вполне могли быть и были оппозиционно настроены к дворянскому засилию в верхах своих ведомств. И отсюда у них была масса недовольства проистекала. Но, естественно, через несколько ходов от этого дворянского засилия в ведомствах, в коллегиях можно было сделать еще два шага и задуматься вообще над эффективностью всей государственной машины Российской империи. И, собственно говоря, такие попытки уже начинались. Следующий этап заметного приближения бюрократии к самодержавной власти и чуть ли не проникновения в самодержавную власть был при Александре Первом. И, конечно, в этом смысле очень большую роль сыграла министерская реформа, которая была в 1802 году начата и продолжалась несколько лет. Важно не то, что было сделано в итоге. То, что было сделано, ну, были созданы министерства, которые отличались по своей компоновке, по структуре, по своему функционалу, отличались от коллегий, безусловно. То есть вроде бы все осталось по-прежнему. Но любопытно, что Михаил Михайлович Спирансти, лицо, которое было очень близко к императору в первые годы царствования его Александра Первого, но потом он был отдален от императора, но тем не менее. Спиранский, будучи разработчиком этой министерской реформы, открыто предлагал Александру ввести право контрассигнации. Что такое право контрассигнации, я сейчас расскажу. Вот император издает какой-то указ и подписывает его. А министр, по чьему ведомству должна была проходить реализация этого указа, должен был после императора ставить свою подпись, что вот он прочитал, ознакомлено, запускает в действие. Вот. Вроде бы с точки зрения дела производства все понятно и здраво, но вы только подумайте, какое это имело идейное значение, что кто-то осмеливается после императора ставить свою подпись. Вот еще вам пример такого вот неочевидного покушения на прерогативы самодержца. Это не было введено в итоге, потому что, ну, Александру эта идея не понравилась, естественно. Вообще, русские императоры XIX века вплоть до последнего, вплоть до Николая II были очень чуткими к подобного рода символическим поползновениям на их власть, были очень чуткими, четко понимали, до какой границы они могут что-то позволять, а где надо жестко остановиться. Но для нас важен сам факт, что, значит, Спиранский не просто осмелился предложить Александру I этот проект контр-ассигнации. Да, а логика здесь была, еще раз повторяю, простая, что просто министр этой подписью брал на себя ответственность за реализацию указа. Брал ответственность. Вот. Но это могло быть воспринято и иначе. Как министр ставил свою подпись после императорской. То есть он как бы брал, не просто брал ответственность, но и являлся последним, кто говорил слово в данной конкретной проблеме. Могло быть и так прочитано. Значит, контр-ассигнация. Дальше. Создается Государственный совет. Вот это вот наиболее такая очевидная, удавшаяся реформа, подготовленная Спиранским. В 1810 год создается Государственный совет. Как законосовещательный орган. Вот. Да, конечно, это никакой не парламент. Безусловно, это все мы прекрасно понимаем. Но первые годы император, когда подписывал... Да, значит, теперь, после создания Государственного совета, любой закон должен был проходить через обсуждение в Государственном совете. Проходить обсуждение. Вот. То есть император без этого уже как бы не мог и подписать закон. Акт, который назывался законом. Он мог подписать указ, безусловно. Да, указ императора мог подписать любой. Но вот закон... Нет. Закон должен был, законопроект, обсуждаться в Государственном совете. И первые годы даже император подписывал законы, принятые Государственным советом, сопровождая свою подпись такой надписью, вняв мнению Государственного совета. Это ли не еще одно символическое ограничение власти самодержства? Но, опять-таки, Александр несколько лет подписывал с такой формулировкой и потом перестал, посчитав это тоже ненужным для того, чтобы подписывать закон, и усмотрев в этом тоже определенные поползновения со стороны Госсовета на его власть. Как так? Как вообще? Кто с ним может сопоставиться, на одну доску встать? Какой-то там Государственный совет, какие-то там члены Государственного совета, пусть даже председатели Государственного совета. Этого не может быть в принципе, потому что император – это император. А Госсовет, его дело всего лишь давать советы, давать рекомендации, рассматривать законопроекты. Поэтому эта фраза не имеет права на существование. Эта фраза была убрана. Но все равно традиция-то осталась, что любой закон проходит отныне обсуждение в Государственном совете. Дальше, в XIX веке, вообще ситуация была очень интересная. Когда император обсуждается какой-то законопроект, голосуется, идет по нему голосование. Вот есть мнение большинства, есть мнение меньшинства. Император, безусловно, может своим решением поддержать мнение большинства и мнение меньшинства. Меньшинство тоже, естественно, может поддержать, и никто ему здесь возражать не будет. Но император не может подписать некое третье мнение, которое не есть мнение большинства и мнение меньшинства. Не получается это. И было много прецедентов, когда императору не нравилась ни одна, ни другая формулировка. И законопроект направлялся снова на новое рассмотрение. Прилагались определенные усилия уже неформальные, какие-то кулуарные, частные, чтобы добиться нужной формулировки. Не важно, пусть эту формулировку проголосует один-два человека, но пусть она будет именно проговорена, эта формулировка, чтобы ее можно было принять как закон. По-моему, тоже очень-очень сильный, очень заметный шаг на пути к бюрократической регламентации самодержавной власти. Теперь давайте коснемся следующей проблемы, очень важной для нас. Вы можете мне возразить, хорошо, бюрократическое самодержавие, все прекрасно. Теперь просто иным оно уже быть и не могло. В 19 веке, когда железные дороги строились, когда промышленность создавалась, корабли на паровой тяге, второй половине уже стали реальностью и так далее. Тогда фактически промышленная революция охватила всю Европу, весь цивилизованный мир. Просто уже по-другому нельзя было. И что же в этом опасного для самодержавия? Ну отныне теперь, там раньше была Боярская дума, а теперь и высшая бюрократия. Вот теперь с бюрократами царь управляет государством. Что же тут опасного для верховной власти? Какая тут мина заложена под верховную власть? Я отвечу. Опасно тут было следующее. Что высшая бюрократия постепенно становилась носителем чуждых самодержавия политических ценностей. Значит, буквально начиная с середины 19 века и вплоть до 17 года, про западное настроение. Ну, какие-то либеральные взгляды в той или иной форме. Мысль о том, что да, конечно, конституция у нас быть не может, но это мы говорим о нынешнем времени, но в будущем, естественно, конституция неизбежна. Вот особенно я обращаю ваше внимание на последнее. Что это было общее мнение среди высшей бюрократии. Причем даже тех, которые считали себя столпами режима, которые, значит, давили всякую крамулу, все равно они считали, что вот тот же Александр Александрович Половцов, который был государственным секретарем долгое время, оставил дневник, свой очень интересный источник. Вот при Александре Третьем работал, был вхож к императору, был не просто вхож, близок ему лично был. Очень влиятельной фигурой в свое время являлся он. Но вот он исходил из того, что есть некая логика развития, и в этом смысле Россия не исключение. Все равно рано или поздно придется самодержавию подписывать конституцию, перестать быть самодержавием. Это неизбежно. Откуда это еще проистекало и чем подогревалось? Дело в том, что, конечно же, прежде всего, это было следствием, подобная система взглядов была следствием о очень двусмысленной роли, в которой находились представители высшей бюрократии. Что я имею в виду? Люди обладали колоссальными полномочиями. Реально от их воли очень многое зависело в их ведомствах, если мы говорим о министрах. Но на уровне каком-то знаковом, статусном, на уровне какого-то оформления своих влияний они, конечно, очень оставались неудовлетворенные, потому что они целиком зависели от воли императора. Сегодня воля одна, завтра другая. Сегодня ты в фаворе, завтра ты впадаешь в немилость. И они хотели какой-то большей устойчивости своего положения. Что такое устойчивость? А устойчивость это значит введение во власть каких-то институтов, которые делают функционирование этой власти более прогнозируемой, более понятным, более открытым. Поэтому они становились приверженцами либеральных взглядов не потому, что восторгались Монтескье или французскими просветителями, которых, конечно, знали, читали, но что русскому человеку Монтескье? Они становились носителями этих взглядов просто по необходимости, в силу того статуса, в силу того положения реально, в котором они находились. Они нуждались в большей уверенности, в большей крепости своего положения, своего статуса. Естественно, в рамках самодержавия такой крепости быть не могло. Возьмем такую проблему, тоже очень показательную с этой точки зрения. В России пост премьер-министра или председателя Совета Министров был создан только в 1905 году, причем одновременно с манифестом 17 октября был введен, буквально через два дня, 19 октября 1905 года. До этого самодержцы очень ревностно относились к попыткам тех или иных влиятельных министров стать, что ли, по факту первыми среди равных, по факту стать премьерами. А такие попытки были. Возьмем того же Михаила Триеловича Лорис Меликова, министра внутренних дел в последние месяцы царствования Александра Второго. Мы его знаем, о нем ходит такая молва, как о создателе Конституции, которую чуть было не подписал Александр Второй. Там, на самом деле, никакой Конституции не было. Предложения Лорис Меликова сводились всего лишь к введению определенной квоты выборных представителей в Госсовет. То есть, фактически, речь шла о достраивании земской реформы до общеимперского уровня. И это мало что значило, по крайней мере, в 1981 году это мало что значило. Но, что другое важно в фигуре Лорис Меликова, то, что он обрел колоссальную власть в эти вот несколько месяцев. Колоссальную власть и стал как бы премьером по факту. То есть, его слушались другие министры, его вниманием пытались заручиться, ему стремились демонстрировать свою лояльность. То есть, появляется некий другой носитель центра власти, который авторитетен для представителей высшей бюрократии. Это конкурент. Это конкурент для императора. Поэтому, вот, в те годы и возник такой очень емкий и характерный термин – визират. Ну, от слова «визирь» в Османской империи. Визират в России недопустим. То есть, появление фигуры визиря, первого министра, первого чиновника, который будет посредником между императором и остальными должностными лицами, такой фигуры быть не должно. И вот, очень симптоматично, очень характерно, что этот визират, эта фигура появляется именно одномоментно с актом, который прекратил существование самодержавия в России де юре. Не де факто, а де юре. Потому что, если мы посмотрим манифест 17 октября, текст этого манифеста, и если посмотрим последующее законодательство, новый редактор основных законов Российской империи, которая была принята после издания этого манифеста в апреле 1906 года, то, конечно, эти формулировки, которые были внесены в законодательство, не позволяют нам говорить о том, что де юре самодержавие в России сохранялось. де-факто сохранялось, безусловно, но в силу нашего правового нигилизма, в силу определенного невнимания к писаному закону, в силу колоссального внимания напротив к традиции, к обычаю, к обыкновению, как должно, как не должно. Да, по факту самодержавие было самодержавием. Но я сейчас еще этого вопроса коснусь. Так вот, очень характерно, что визират появился именно одновременно с изданием манифеста, который вводил широкие демократические начала в Российской империи, несовместимые, прежде всего, в плане существования Государственной Думы, как представительного органа самодержавия. Именно с монархической властью в виде самодержавия. И вот тоже Лорис Меликов. Любопытно, что уже находясь в отставке, он обронил такую фразу. «Романова и гроша Ломанова не стоят. Уж кто-кто, а я-то знаю всем им цену». Сколько надменностей, какое тонкое понимание ситуации в этих словах, сказанных лицом, которое фактически управляло Россией, в последние месяцы жизни Александра Второго, когда он во многом ушел в частную жизнь. Война была выиграна. То есть, по его представлениям, большое дело было сделано. Он позволил себе как-то отодвинуться от государственных дел. И вот появляется фигура Михаила Триеловича Лорис Меликова, министра внутренних дел. В дальнейшем, уже при Александре Третьем, при Николае Втором, до 1906 года, существование такого премьера де-факто продолжалось. И обычно эту должность занимал либо министр финансов, либо министр внутренних дел. То есть, либо один министр, либо другой был на тот или иной момент, на данный момент, такой очень значимой фигурой, чья реальная власть простиралась далеко за пределы его должностных полномочий. Ну, в частности, вот на протяжении многих лет таким теневым премьером считал себя и считался многими представителями высшей бюрократии Сергей Юрьевич Витте, когда был министром финансов. Таким теневым премьером вполне можно было бы считать и министр внутренних дел Плееве, который занимал этот пост недолго, всего лишь два года, с 1902 по 1904 год. Ну, в той или иной степени можно назвать других представителей, но вот это, наверное, наиболее яркие представители. Это еще до введения официального поста премьер-министра Российской империи. А что такое премьер-министра? Это тот, который принимает доклады и доклад министров, которые консультируются с министрами. Нет, доклады министров царю остаются, но есть еще доклады министров и председателя Совета министров. Он участвует в заседании Совета министров, руководит заседанием Совета министров, он слушает отчеты министров и докладывает свое мнение наверх императора. То есть появляется вот такая промежуточная инстанция, которая замыкает на себя высшую бюрократию. Тоже очевидное умоление самодержавной власти. О ценностном перевороте в сознании высшей бюрократии я вам уже сказал. Да, действительно, оставались какие-то единицы, которые и на данный момент считали, что институция России не нужна и вредна, и которые были убеждены в том, что и в дальнейшем ее быть не может. Хотя не может, как не может, все может быть. Надо просто прикладывать все силы, чтобы этого не было. Например, таким был обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев. Очень негативный человек, очень едкий, очень злобный, въедливый, видевший вокруг себя сплошные какие-то недочеты. Но вот он как раз считал, что угроза Конституции колоссальна, что самодержавие находится в очень рискованной ситуации в России, что делать вывод о том, что все так благополучно сейчас в империи нельзя, это сейчас благополучно, а пройдут годы и будет все неблагополучно. И поэтому надо прилагать все силы для того, чтобы не допустить развития ситуации в этом направлении. А почему это происходит? Потому что происходит, потому что вот у нас чиновничество такое, которое все больше и больше думает о себе, а не думает о своей миссии. Вот. А отсюда что? Отсюда следующий шаг до Конституции, до парламента. А где Конституция и парламент, там вообще самодержавие уже быть не может. Ну вот он был Победоносцев фактически один такой. И, кстати, любопытно, что о нем Лорис Меликов тоже бросил очень, очень емкую, очень многоговорящую фразу. Удивительный человек. Он ведь действительно верит в то, о чем говорит. Вот. Вот эта фраза тоже, фраза в устах теневого премьера Лориса Меликова, дает очень интересную характеристику тех порядков, тех настроений, которые были в среде высшей бюрократии Российской империи. Вот. Значит, еще об одном представителе высшей бюрократии хочу сказать. Да, да. Но сначала, сначала о том, что произошло в пятом году. Ну, вот, все-таки пятый год, еще раз, еще раз. Все вот эти вот неочевидные перемены, которые накапливались десятилетиями, они, конечно, в конце пятого, в начале шестого годов были зафиксированы в законодательных актах. И уже после издания этих законодательных актов самодержавие, повторюсь, де юре нельзя было считать самодержавием, потому что оно стало очень плотно зависеть и от исполнительной вертикали в лице министров и председателя Совета министров, и от вот этого квази-парламента в лице двух палат Государственного Совета и Государственной Думы Российской империи. Ну, взять хотя бы такой факт, что самодержавие что-то мог делать, а что-то не мог делать. Почему мы называем Третий июньский переворот переворотом? Собственно, что произошло? Какой переворот? Император просто распустил Вторую Думу, которая была неконструктивна, и объявил одновременно выбором, что будет выбор в Новую Думу, и одновременно ввел новый избирательный закон. Новый избирательный закон подписал. Почему же тут переворот? А потому что законодательные акты, относящиеся к государственному устройству, не могли проходить указами по новому законодательству, могли проходить только законами, принятыми обеими палатами. Ну да, для этого возникала уловка в виде 87-й статьи, но все равно действие, совершенное не по закону, не по прописанному алгоритму, оно просто в этой системе правовой, в системе вот этих законодательных актов считалось действием нелегитимным. Вот, опять-таки повторюсь, что в рамках вот той правовой культуры, которая была в России на тот момент, ну да, это было заметно, да, об этом говорили, но, скажем, выходить на улицу, строить баррикады и защищать законодательство, просто никто бы в России не стал. Построили баррикады по другим причинам и поводам, да, значит, входили в столкновение с полицией тоже по другим поводам, но не по поводу защиты каких-то там писанных законов. Вот, это никак не вязалось с русским менталитетом народа России начала 20-го века. И вот, что же получилось в итоге после 906-го года? С одной стороны, Столыпину, председателю Совета Министров, удалось создать более-менее функционирующую систему, которая включала в себя и Государственную Думу, и Государственный Совет, и Совет Министров. Но какова цена была вот этого замирения, этого успокоения? Цена была тоже очень двусмысленная. Дело в том, что еще задолго до начала Первой мировой войны, задолго, буквально еще при Столыпине, стремление представителей высшей бюрократии нравиться думцам, заручаться поддержкой Государственной Думы и представителей Государственного Совета, начало становиться, это стремление начало становиться общим правилом их поведения. То есть, возникло мнение, согласно которому, нельзя было быть министром, которого презирают в Таврическом дворце, где заседала Государственная Дума. Это по определению плохой министр, некомпетентный министр, он не может нормально работать. Можно возразить, а почему он не может нормально работать, если он по своему ведомству все делает правильно, грамотно, в срок, профессионально, компетентно? Ну и что, что там думские депутаты, которые неизвестно откуда пришли в Таврический дворец, говорят? Важно другое, важно, насколько эффективно работает вертикаль власти. Вот в том-то все и дело, что в ситуации, когда в пятом году, ну, после, опять-таки, 17 октября 1905 года, в России обвально была санкционирована гласность, которая до того накапливалась, потребность которой накапливалась до того десятилетиями, вот возникла еще одна характеристика той политической культуры, которая сложилась в это время, это определенный такой ценностный перекос, который сводился к тому, что общественное мнение, мнение в массе своей оппозиционное, оно значило гораздо больше, чем некая дееспособность той или иной структуры. Вот министры, как, естественно, лица, достигшие довольно высоких ступеней в иерархии, они очень тонко чувствовали эти перемены и пытались им соответствовать. Ну, опять-таки, когда было мирное время, когда очевидного кризиса не было, когда, значит, после событий, там, конца пятого года, октября, ноября, декабря пятого года, в стране наступило определенное замерение, когда работает третья дума государственная, которая вроде бы подконтрольная, можно было говорить о том, что ситуация выправляется, но это была только лишь ситуация мирного времени. Когда началась война, когда начался кризис, вызванный войной, ситуация, естественно, стала стремительно меняться. И вот все вот эти вот острые углы, все эти неудобные вопросы стали возникать все с большей и большей силой. Если, скажем, при Столыпине, в относительно спокойное время в Российской империи, ну, вот эти вот частные мнения министров, их контакты с думцами были спорадическими, нерегулярными, когда вот эта потребность обладать авторитетом у думы еще так очевидно не проявлялась, то в ситуации уже пятнадцатого года ситуация стала противоположной, полностью противоположной. И вот тогда возник, когда в пятнадцатом году, когда в Государственной думе, в Государственном совете возник так называемый прогрессивный блок, вот этот момент можно считать уже фактически первым тактом февральской революции. Первым тактом февральской революции. Что такое прогрессивный блок? Ну, это вот значительное число фракций Государственной думы и часть фракций Государственного совета объединились под одним требованием. Создание министерства доверия. То есть создание такой правительственной власти, которой можно доверять. Та власть, которая сейчас существует, ей доверять нельзя. Поэтому нужна другая власть. И вот, собственно, это было главное требование. Я подчеркиваю, не ответственное министерство перед Думой, как на Западе. Да, вот есть парламент, есть правительство. Правительство ответственно перед парламентом. Значит, оно оправдывается перед парламентом за свои действия. Парламент, соответственно, назначает премьера, назначает министров. Нет. Об этом речи тогда не шло в 2015 году. Говорили о другом. О правительстве доверия. О приглашении в правительство даже не каких-то общественных деятелей или думских деятелей, а элементарно представителей бюрократии, которым можно доверять. Безусловно. Вот я предвижу ваши вопросы, вполне закономерные, о том, а что-то было неправильно, все делалось правильно. Разве могло быть иначе? Да, безусловно. Но в этом как раз и коренится вот эта вот логика неизбежного развития ситуации. Потому что здравый смысл, безусловно, подсказывал дальнейшую бюрократизацию режима управления страной. Эта бюрократизация неизбежна в реалиях России, в реалиях абсолютной самодержавной власти становилась подспудно носительницей совершенно чуждого политического начала, начала чуждого вот этой вот идеологии самодержавного правления. Это происходило неизбежно. Министры ищут авторитета у Думы. Дума хочет видеть на посту министров профессиональных бюрократов и тем самым дает как бы кредит доверия тем или иным потенциальным назначенцам. Возникают разного рода списки, возможные списки нового кабинета. Понимаете, решение важнейшего вопроса обсуждения становится делом между Думой, Госсоветом и какими-то отдельными представителями высшей бюрократии. Кто-то из них министр, кто-то не министр. Но важно другое. Важно, что именно вот здесь образуется определенный центр принятия решений. Понятно, что чтобы решение было принято, в той ситуации это решение должен принять император. Но все равно обсуждение этого решения происходит не в непосредственной близости от императора. Это происходит на значительном отдалении от императора. Значит, взаимное тяготение друг к другу министров, определенная группа министров и думы становится очевидным фактором. Министерство доверия, лозунг, который, несмотря на то, что он не покушается на основы государственного устройства империи, он несет в себе очень разрушительную для империи, для императорской власти силу, когда фактически императору начинают навязываться те или иные кадровые решения. Да, решения и раньше могли навязываться, точнее предлагаться, а еще точнее за то или иное императорское решение шла борьба, как мы знаем на протяжении XIX века, много таких примеров было в начале XX века. Но теперь это уже не просто борьба, теперь это уже навязывание верховной власти некоего мнения, альтернативы которому быть просто уже не может. И в этом смысле, когда уже в конце XVI года, в начале XVII года, помимо лозунга «Министерство доверия» возник и стал активно продвигаться среди той же Государственной Думы и отдельных представителей кабинета лозунг «Ответство Министерства», то есть «Министерство ответственного перед Думой», вот здесь фактически какого-то революционного шага сделано не было, потому что и в том и в другом случае речь шла о создании режима, который совершенно чужд тому самодержавному режиму, который в Российской империи существовал. Просто здесь в зависимости от одной ситуации выбрасывался либо один лозунг, либо другой лозунг. Значит, в относительно управляемый период «Министерство доверия», в ситуации, когда уже пошли деструктивные, очень деструктивные процессы в стране, ну тогда уже ответственное министерство. Дальше. Поведение самого императора Николая II в этой ситуации. Он согласился на, отчасти согласился на создание «Министерства доверия», он убрал в 2016 году одиозного, считавшегося одиозным, премьер-министра Горемытина, назначил человека, который, с одной стороны, имел репутацию, ну, относившегося к тем, так или иначе, относившегося к темным силам, ну то есть к разного рода кружкам, которые вокруг императрицы существовали, но он же имел и безупречную репутацию губернатора, который активно сотрудничал с земцами в начале XX века. Я имею в виду Бориса Владимировича Штюрмера. Более того, Штюрмер, став премьером, активно на бюджетные деньги финансировал союз земства городов, то есть структуру довольно оппозиционную, самодержавию. Вот, тот же последний министр внутренних дел Российской империи Александр Дмитриевич Протопопов, ну это уже непосредственно, вот он был близок к императрице, был близок к Распутину, вот. Но кто такой Протопоп? Протопопов бывший думский деятель, октябрист в прошлом, товарищ председатель Государственной Думы, ну заместитель председателя Государственной Думы по нашему, вот, то есть лицо общественное, и когда, естественно, Николай назначил его, он считал, что он не просто предлагает лицо, которому можно доверять, но лицо не из бюрократической среды, а лицо общественное, лицо из Думы, из Думы, даже он пошел дальше тех требований, тех мнений, которые в то время высказывались. Вот, и потом, когда уже на протяжении там осени 16-го года и там январь-февраль 17-го года от него постоянно требовали убрать, отправить в отставку Протопопова, вот, и тот же председатель Думы Радзянка этого требовал регулярно, Николай искренне недоумевал, а почему, что вы еще хотите? Я пошел вам навстречу, я поставил человека, который по всем параметрам соответствует вашему идеалу. Кого же вы еще хотите видеть на этом месте? То есть, вот на этот момент самодержавие стало уже фактически заложником вот этой вот тотально забюрократизированной системы, когда высшая бюрократия держала в своих руках реальную власть по ведомствам, по направлениям, когда эта высшая бюрократия была заинтересована в сотрудничестве, в плотном сотрудничестве с общественностью в лице той же Государственной Думы. Вот, и в этой ситуации фигура император становилась попросту уже как бы и никчемной. Ну и потребовались реалии 17-го года, что произошло, то, что произошло. Вот. Что касается самой самодержавной власти, как она воспринимала все эти перемены? Ну, я уже говорил о том, что русские императоры 19-го века, начала 20-го, очень чутко чувствовали все эти перемены, которые происходили. На что-то они могли идти, на что-то уже, где-то уже был предел, который они перешагнуть не могли, чувствуя определенную угрозу своим императорским полномочиям. Вот. Но важно еще другое подчеркнуть, что начиная с Александра III, вот Александр III, Николай II, оба императора, они еще видя, что высшая бюрократия, вообще весь этот режим, который вокруг них существует, он становится им все более и более враждебным. Ну, Александр III, конечно, так не считал. Он считал, что этот режим неэффективный, что этот режим нуждающийся в переменах, что этот режим был враждебным. Да, вот на момент 81-го года, когда чуть было не произошло развитие идей Лорис Меликова, которые тогда казались очень-очень революционными. Вот. Поэтому необходимо что? Поэтому вообще, в принципе, русскому царю необходимо вспомнить, что он русский царь. И необходимо начать преодолевать вот это вот средостение между им самим и народом. Средостение что такое? Это стенка, это препятствие, это вот какая-то занавесь между царем, между верховной властью и между всей вот такой народной Россией. И, собственно говоря, именно с Александра III начинает меняться имидж, образ верховной власти. Она во многом утрачивает свои такие вестернизованные западные черты, которые были вот начиная с Петра I и до Александра II включительно. Это видно и во внешности императора, и в его привычках, в его поведении, в его более регулярных встречах с представителями, даже не просто и дворянского сословия, и даже не дворянами. И в популяризации определенной этих встреч, и в популяризации определенного стиля в архитектуре, в живописи, в возврат к русской сказке, к русской традиции, отсюда Воснецов, например, отсюда новый стиль в архитектуре возникает. То есть возникает в официальной государственной идеологии определенный разворот к допетровскому самодержавию. То есть, конечно, нет, фигура Петра, она сакральная и свята, никто на нее не мыслит как-то покушаться на нее, как-то вот пересматривать значение Петра для русской истории. Но эта переоценка происходит подспудно, она происходит по факту, потому что самодержавие чувствует, что именно Петр создал для этой системы власти ту ловушку, которая все больше и больше осложняет жизнь русскому царю. И то есть фактически самодержавие в лице императора, в лице ближайшего императорского окружения начинает становиться не просто носителем других политических ценностей, других идейных ценностей, но и демонстративно это показывать. И строить на этом демонстративном показе все свои акты такого публичного изъявления власти, презентации своей власти, что тоже является в подобного рода режимах очень важным элементом непосредственно проявлении самой власти, именно презентации власти, предъявлении этой власти. То есть, если, скажем, раньше, тот же Николай I, тот же Александр II, они придерживались определенного западнического образа русского самодержавия, который был заложен еще Петром I. И здесь, в общем-то, несмотря на то, что высшая бюрократия уже тогда набирала силу, уже тогда очень близко подходила к престолу, но, тем не менее, имиджево, восприятие, в каком-то таком культурном стереотипе и самодержавие, и высшая бюрократия были гомогенными во многом. То, если говорить о конце XIX века, начале XX века, эта гомогенность разрушалась, разрушалась уже окончательно и бесповоротно. Прозападная, вестернизованная высшая бюрократия, ищущая авторитета у общественности, ищущая устойчивость и стабильность для себя, для проявления своих властных полномочий, и такая вот реставрация московского царства XVII века верховной властью. Образ совершенно несопоставимый с тем образом, с тем идеалом, с тем эталоном, который отстраивала высшая бюрократия. И на уровне вот такого знакового восприятия власти здесь происходил не просто раслад, а конфликт. Он назревал, он был виден, он был очевиден. Конечно, опять-таки, все это продолжалось годами и даже десятилетиями, начиная с 1981-1982 года, с 1882, особенно с 1983 года, с коронации Александра. И дальше больше, дальше больше. Но я еще раз обращаю ваше внимание на то, что подобного рода культурные, ценностные, мотивационные, оценочные трансформации, да, пусть они очень инертные, пусть они очень нескорые, медленно разворачивающиеся, но они именно самые сильные и самые действенные. Когда вот такой перелом в сознании происходит, дальше уже последующие перемены, это дело техники, это дело времени, это дело каких-то вот уже конкретных событий, фактов реального расклада, реального политического расклада, который на тот или иной момент возникает. И вот я поэтому стремился вам показать, как на протяжении двух веков в Российской империи происходила вот эта трансформация. И в логике этой трансформации, поэтому в логике этой трансформации, то, что произошло в феврале 2017 года, было неизбежным. Этого обойти никак нельзя было. Да, это могло быть раньше или позже, это могло быть не быть войны, там, может быть, это еще бы оттянулось на сколько-то лет, там, на пять, на семь. Но логика неумолимо развивалась в этом направлении, что самодержавие, тем более такое самодержавие, которое вступило в определенный знаково-символический конфликт с высшей бюрократией, с петровской моделью государственности, это самодержавие обречено на крах. Что, собственно, и произошло в феврале 2017 года. Вот, значит, на этом я, наверное, заканчиваю. Моя задача была именно подвести вас к февралю, но о самом феврале рассказывать я просто уже не буду, потому что это конкретные факты нескольких дней, там, с начала 20-х чисел февраля до 2-го марта, ну, там просто развитие ситуации конкретной. Но вот тоже любопытно, вот как Николай оценивал ситуацию, когда 1 марта генерал Русский в Ставке буквально добил на него, чтобы тот согласился на ответственное правительство перед Думой, вот, Николай просто вот ни в какую не хотел соглашаться. именно потому, что это шло абсолютно в разрез с его представлениями о норме, о том, что такое верховная власть и как она должна существовать в России. И он с гораздо большим облегчением вообще отказался от какой бы то ни было власти, своей власти, но в этом смысле остался сам для себя чистым, последовательным, он не нарушил того идеала, которому он придерживался. Идеалом для него на протяжении всех лет царствия было правление его отца Александра Третьего. И один раз он уже пошел, он был вынужден пойти на определенный отказ от этого идеала, я имею в виду манифест 17 октября, ну и последующие реформы до апреля 6 года. Вот, он это помнил, он это глубоко переживал, но в общем-то с 6 года как-то ситуация, опять-таки, вот де-факто и де-юре в России расходятся. Поэтому было такое впечатление, что де-факто все складывается как-то в целом нормально, и вот эти негативные последствия, можно о них забыть, потому что они фактически преодолены. Но в ситуации войны, в ситуации кризиса, они, конечно, дали о себе знать, и когда возникла вот эта дилемма, либо конституция, и ты конституционный монарх, либо вообще отречение, он выбрал отречение, потому что это было гораздо более органично его сознанию, его воле, его представлением о должном, о норме. Вот, все, значит, на этом я завершил. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, какие-то... Значит, я предваряю ваш вопрос один, наверное, да, вы мне зададите, что можно почитать, и где можно почитать, и как можно почитать. Вы знаете, почитать, вот это, конечно, сложно, но я порекомендую вам два произведения. Во-первых, я вам порекомендую эпопею «Сложеницына. Красное колесо». Это, конечно, читается вещь очень тяжело, это 10 томов, вот, но хотя бы что почитать. Это произведение имеет две линии. Одна линия чисто художественная, это исторический роман, а другая линия такая историко-публицистическая, то, что набрано у «Сложеницына» мелким шрифтом, но другим тегром, по крайней мере, где он просто излагает в очень концентрированной форме свои мысли о том, что происходило в России. То есть тут такая историческая публицистика. Вот хотя бы вот эту историческую публицистику, игнорируя вот эту художественную канву, потому что там действительно герои, их отношения на фоне событий эпохи, это много, это очень все громоздко. Хотя бы историческую публицистику «Сложеницына». Вот там он эту мысль о трансформации режима, как мне представляется, он к ней очень близко подходит и во многих местах очень удачно представляет нам, почему произошло то, так, и почему эволюция была неизбежна, почему все так развивалось в этом направлении. Ну, а еще я ему, конечно, посоветую почитать замечательный роман «Жизнь Климоса» Гена Горького. Как мне кажется, там тоже вот этот фон в сознании, те перемены в сознании, которые происходили на рубеже веков, очень грамотно, очень четко показаны. А я говорю прежде всего именно об этом, как вы заметили, именно о переменах в менталитете, потому что, еще раз повторю, что они самые значимые, самые важные для понимания тех политических перемен, которые происходили в нашей стране. К сожалению, собственно, исторических, академических исследований на этот счет таких, которые показывали вот эту тенденцию всю от и до, нет. Но есть отдельные исследования по отдельным эпохам, но вам, наверное, лучше посмотреть на проблему в целостном виде. Продолжение следует...